Вот, наверное, я и сразу запишу видео рекомендации о туристах, рекомендации для туристов, что как посмотреть и как и куда поселиться. Если кто-то не смотрел видео с рекомендациями по технике безопасности, посмотрите. Ну ладно, это видео тоже является своего рода ответом на вопросы, которые мне задают. Если кого-то интересует более подробная информация, можете мне личное сообщение написать. Ну так вот, если вы хотите посетить данное государство Испанию или Барселону, если конкретно, то вы должны себе представлять, что больше вас привлекает, какой вид отдыха. Ну, конечно, если вы человек состоятельный с такими достаточными и большими средствами, вы выберете пятизвездочный отель и горе не будете знать, но большинство людей, люди обычные, есть люди с весьма скромным бюджетом, вот как им быть? Поскольку отдых в Европе это не дешевый отдых, поэтому каждый, наверное, задумался о том, как бы ему потратить немного денег, но немного не получится, поэтому кое на чем можно будет сэкономить. Каким образом? Если вы заказываете, ну это многие уже знают, но кто-то может не особенный такой опытный путешественник, он не в курсе, вот это для них я буду говорить, а если кто-то опытный, он послушает, скажет, да, ну я вот так, я так и делаю, а я делаю вот вообще еще лучше. Заказывайте, бронируйте номера в отеле и билеты на самолет заранее, как можно более заранее, вот как только это будет возможно. То есть вы выберете себе отель, который вас интересует, и на тот период времени, который вас интересует, вы бронируете. Вот, например, вы, допустим, хотите посетить Барселону или побережье где-то, допустим, ну, давайте скажем, в июле. Ну, нормально, если вы в марте уже забронируете билеты. Некоторые отели предлагают какие-то акции, какие-то скидки, вот за этим нужно следить. Есть сайты по бронированию, по всем вот этим делам, Триваго и, ну, их не только, это много, я их не собираюсь рекламировать, конечно, я просто назову, вы можете найти любой там какой-то сайт, который вам предложит перечень отелей по вашему запросу, любой, так сказать, звездности, приближенности к берегу. На таких сайтах обычно видно на карте города, где расположен этот отель, как близко он к морю или к тем объектам, которые вас интересуют. То есть вы это все можете увидеть. Вот, что еще? Некоторые любят, да, кстати, когда вы будете бронировать отель, вы посмотрите там, как вы будете питаться, там у них есть обычно обозначение с расшифровкой, просто нужно внимательно смотреть. Это или один завтрак, или полупансион, там завтрак-ужин, или полный, там завтрак-обед-ужин. В общем, вы смотрите внимательно. Что там еще, какие услуги этот отель предоставляет и так далее. Некоторые любят отдыхать, как говорят, самостоятельно. У них есть виза, там мультивиза. Им не нужно, например, каждый раз путевку заказывать. Некоторые не любят там с турфирмами, а сами любят все вот это вот заказывать, бронировать и вообще. Ну, если есть возможность, да, вот можно самим отель забронировать, можно поручить это турфирме, что она вам полностью путевку оформит, там и страховка будет, и некоторые турфирмы, там еще какие-то вам перечень, так сказать, услуг каких-то включат. Ну, если вы самостоятельно к этому делу подходите, ну, можете выбрать, если вот, допустим, вам подушит такой отдых, в квартирах. Есть тут тоже, которые сдают свои квартиры или полностью, или по койко-место вот таким образом. Ну, некоторые хотят и такой отдых, говорят, мы сами будем себе готовить. В отеле, в принципе, хорошо, спустился к завтраку, если у тебя еще и там ужин или даже обед, тем более. Ну, обычно не хотят привязываться к отелю, днем на каких-то экскурсиях, вечером еще где-то гуляют. Обычно люди только завтрак берут. Ну, кто как, конечно, это уж сам человек решает, как ему лучше и как удобнее. Некоторые вот были такие туристы, в квартире они поселялись, они сами готовили, еду в супермаркете покупают, они говорят, нам так дешевле, так лучше, ну, лучше, значит, лучше. Если вы спросите меня, знаю ли я таких людей, да, знаю, которые сдают квартиру вот так по дням, и, опять же, если вам интересно, кому-то можете мне сообщение написать, я вас с ними свяжу. Опять же, я никого, ничего не рекламирую, я просто отвечаю на вопросы. А если кому-то нужна конкретика, естественно, он ко мне обратится с конкретным вопросом. А я, если, так сказать, имею ответ на данный вопрос, то отвечу. Если нет, то извините. Вот. Ну, чем такой отдых хорош в квартире? Ну, вроде как, если, допустим, вся квартира в вашем распоряжении, вы вроде как вышли, дверь закрыли на ключ, там, а там вроде как на данное время, вот, все ваше, там, обычно предоставляют, ну, тоже смотря кто как. Там и стиральную машинку в пользование, и интернет у людей, и телевизор есть. Ну, вот, я лично, вот, сколько я, когда мы ездили на отдых, вообще на телевизор времени никогда не тратила. Я всегда тратила на обозрение достопримечательностей, на природу, на море и вообще. Вот. Ну, понятно, кто как, кто-то, может, хочет в интернете посидеть. Ну, вот, таким образом. В этом случае человек идет в ближайший супермаркет, там берет еду и готовит вот на хозяйской кухне, которая на эти дни его кухни, то, что ему заблагорассудится. Хочет завтрак, обед, ужин, хочет только завтрак, хочет только в микроволновке полуфабрикаты разогревает. Вот, совсем, вроде как, дешево питается. Насколько это выйдет дешево, человек сам сравнит. А ну-ка я вот сейчас сравню, как мне квартира, или как мне лучше отель, и уже потом делает для себя выводы. А турфирма, она или вместе с вами, допустим, как они делают обычно, подыскивает тот или иной отель, там в максимальной близости к тем объектам, которые вам нужны. Или вы ей целиком припоручаете, но обычно они с клиентом это делают, насколько я знаю. И она вам и авиарейсы ищет соответствующие, также по сайтам и оформляет страховку и все такое. Просто вы на эту тему вообще никаким образом не заморачиваетесь. Ваше дело отдать деньги, подписать необходимые бумаги и все. Обычно такое подходит тем, кто довольно редко выезжает, у которого виза уже закончилась, заново надо оформлять, или в таком духе, или он первый раз ее оформляет. А у тех, кто часто ездит, там мультивиза есть, они обычно сами отель бронируют. Тоже когда как, вероятно. Или поселяются таким образом в квартире. Так, это вот насчет поселения. Чтобы посмотреть, я вам рекомендую настоятельно, что раз вы едете в чужую страну, тем более экзотическую, ну вот Испания тоже экзотическая страна, не только там Таиланд, Вьетнам, и Камбоджа и прочее. Афганистан и Ирак. Уж там такая экзотика. Хотя, кстати, экстремальный туризм, насколько я знаю, да и вы, наверное, в новостях слышали, туда существует. Ну, с риском для жизни. Да, такая экзотика нам не нужна. Ну вот, значит, вы, пожалуйста, посмотрите заранее в интернете достопримечательности, узнайте у людей, а что есть, допустим, там в этой самой Барселоне, что можно интересного посмотреть. Исходя уже из своих там финансовых возможностей, из своих интересов, уже так себе составьте список. Вот я туда поеду, эту достопримечательность посмотрю, вот эту еще посмотрю. Если вы там фанат магазинов и прочее, ну, это у вас маршрут, там, шоппинг. Хотя я лично... Ну, это шоппинг, это, я так думаю, что если только, когда человек при деньгах хороших, тогда можно выбрать какие-то вещи, которые не такие ширпотребовские. Здесь ширпотреб мне вообще никаким образом не нравится. Да, и марки тоже есть не во вкусе каждого. Но, опять же, это личное дело каждого, что он выберет и как, и это... Ну, опять же, и... Ладно, если вас такой вид отдыха интересует, ну, посмотрите, опять же, наберите марку там того или иного магазина, который вы предпочитаете, и посмотрите, где они расположены в Барселоне. Можете согласно этому, допустим, подбирать близость или дальность отеля или маршрут, как добраться из вашего отеля до вот этих вот торговых, так сказать, точек. Вот. Достопримечательность здесь можно посетить в составе экскурсии для состоятельных людей, индивидуальной. Почему для состоятельных? Потому что это не дешево. А для людей с более таким, знаете, достатком скромным, это групповые экскурсии в составе... Это, пожалуйста, туристические фирмы занимаются этим. Вот. Они вас посадят на автокус, который отвезет вот всю эту группу. В чем преимущество? То есть вам самим не надо ничего искать. Вы вместе с другими людьми приедете в нужное место и вам расскажут обо всем. Вам не надо гадать, что это. Что обозначает и так далее. Вам все расскажут. Если вы хотите самостоятельно такие места посещать, да, есть и такая возможность. Можно добраться до них городским транспортом, пригородными электричками, если выражаясь по-нашему. Здесь это Аферы Кариль-Женералитат. И они идут в то или иное место. Вот, например, вы можете набрать Монсеррат. Как добраться из Барселоны. И вам там даст, так сказать, подробный отчет, компьютер, как проехать. Ну, от себя могу сказать. На метро добираетесь до остановки Испания. То есть, где там, где площадь Испания, это метро, да, Испания. Пересаживайтесь. Там прямо указатель есть на Монсеррат, сюда, на Аферы Кариль-Женералитат, на электричке. Вы там покупаете, подходите, покупаете билет. Вот. В таких вот автоматах. И там же человек будет стоять, который дает рекламные проспекты. Советую их брать. Там расписание электричек, чтобы вы знали, когда вернутся обратно. В чем преимущество такого отдыха? В том, что вы сами планируете время пребывания на Монсеррате. Я, например, допустим, если туда еду вот таким образом, еду с утра на самой первой электричке, обратно на самой последней. Спросите, что там делать? А, ну, много чего. Если вы любитель природы, по горам погулять, походить, поверхолазить, можно там не обязательно обладать, тоже мои видео, кто смотрел, тот знает, альпинистскими снаряжениями, альпинистскими навыками. Вы можете добраться до самой вершины, но по времени это долго, предупреждаю. Вот. Естественно, сами не спеша посмотрите, и монастырь весь, и в Святую Пещеру сходите. У меня все видео это есть на канале, вы можете посмотреть, и надеюсь, шум дороги вам не слишком мешает. Вы можете посмотреть и сами увидите. Можете посетить и Святую Пещеру успеть. Можете и Черную Мадонну вот эту увидеть. Так что, конечно, если вы заранее не обладаете информацией, не прочитали или не проконсультировались, вы не будете знать, кто его знает, что это такое, а это что, а это кто. то там надписи, конечно, есть. Есть на английском и на испанском, если умеете читать хорошо. Ну, а так заранее лучше на русском языке в интернете приобрести информацию. И там, если что-то будет на русском, ну, какие-то небольшие надписи, типа, добро пожаловать, и, допустим, объяснение где-то там, вот здесь там билеты на фуникулер продаются в горы там или еще что-то. Так что постарайтесь, еще раз я говорю, заранее информацию какую-то подчеркнуть из интернета на YouTube полно. Ну, и у меня, и у других видео на данную тему. Вот. И все такое. То же самое касается, если вы хотите посетить, допустим, с детьми какие-то парки, развлечения и так далее. Они есть, и их вот в Барселоне, это Тибидабо, или за городом, ну, это 100 километров, правда, Салоу, Порт-Авентура. Так что, опять же, информация в интернете, и все в порядке будет. Вот. Ну, в принципе, это все, что я хотела сказать. в общем и целом, наверное, следующий раздел будет о кухне. Вот так, наверное.